Всем здравствуйте, это Политбюро. Я Александр Шелест и Влад Рос с нами на связи, известный астролог. Для многих учителей. Влад, здравствуйте. Добрый день, добрый день. Вы знаете, наше заседание Политбюро пройдет в не совсем обычном формате, потому что мы видим, что происходит в Театре военных действий, но я бы хотел поговорить о руководителях нашей страны. И начнем с такого вопроса, который, наверное, тревожит всех. Это Россия, которая в начале так называемой спецоперации говорила, что чуть ли там Зеленского или прогонят, или убьют, а потом как-то сменила свои планы. И сейчас мы видим какой-то переломный момент в целях и задачах Москвы. Есть ли физическое уничтожение руководителей Украины в планах у Путина? Абсолютно верно. Сневержение, особенно Зеленского. Я вот еще до нового года говорил, что у Зеленского самый был опасный момент свержения, вообще ликвидации. Конец февраля, начало марта. Я просто не знал, как это может происходить там и так далее. Но Путин открыл фронт, начал войну и даже спустил в Гастомоль десант, который должен был устранить нашего президента. Но слава тебе, Господи, самые опасные дни, низвержения Владимира Зеленского, значит, они все-таки уже в прошлом. То есть у него, по крайней мере, самый был опасный период. Это начало марта. Я всегда говорю, что Март для него очень опасен в этом плане. Насколько я знаю, по крайней мере, как минимум, три попытки было уничтожить пресечено. Но, ну, настал апрель, уже более-менее нормально. Но вот это вот такая вот ситуация, вхождение Сатурна, планеты неспровержения в дом власти Зеленского в марте месяца, было очень опасно для него. Но сейчас звезды склоняют к тому, что Владимир Зеленский, по крайней мере, ему ничего не грозит. До осени, вот, по крайней мере, с точки зрения звезд, опасность у него обестрельного оружия, например, в ноябре месяце, когда Марс будет у него проходить по асценденту. То есть, по крайней мере, до ноября месяца можно вручаться, что с Владимиром Зеленским ничего не случится. Это тот человек под знаком водолея, который действительно может привести нас в совершенно новый мир, в новую реальность. Скажите, вот эта угроза Владимиру Зеленскому, она как-то колерируется с тем, что многие эксперты разные делают вбросы о том, что, мол, знали о начале войны заранее и семьи вывезли. Да, абсолютно верно. Причем знали заранее самые приближенные, да, то есть к Путину те же партии регионов там и так далее, да, то есть, по крайней мере, там все было ясно заранее. Вот, поэтому, конечно же, вот эта ситуация, и, конечно, разведка докладывала Зеленскому, что, да, опасность свержения существует. Наверное, Зеленский даже 16 февраля знал, когда было объявлено по всей Украине и стране такой целый день мира, что, да, все-таки готовится, значит, нападение на нашу страну, но он просто показывал, что вот этого все-таки не произойдет. Ну и верилось в последний момент, что война отменяется, собственно говоря, после 16 февраля. Но, к сожалению, это все вот этот ужас-ужас произошел 23 на 24 число, да, и Путин вообще любитель всяких таких дат, он почему-то думал, что наши все напьются 23 февраля, будут в зюську пьяные и пойдут отмечать, поэтому легче всего напасть на такой народ. Ну, вообще, человек абсолютно не осведомлен то, что творится в нашей стране, что давно это 14 октября все празднуют, понимаете, в чем дело. То есть человек настолько отшедший в другую реальность, да, живущий в своем пузыре, где он думает, что мы будем его, значит, встречать, значит, с цветами, а не с жавелинами, да, там. Ну, человек абсолютно выживший из ума, абсолютно, да. Ну и самое главное, что он свою кампанию начал под разрушительным градусом, да. А если ты начинаешь свою военную кампанию под разрушительным градусом, значит, получается, 4-й градус рыб, это знак разрушительных градусов, и всегда здесь советская армия в разрушительных градус, отмечался, поэтому всегда большие потери, да, в Великую Отечественную войну около 300 миллионов погибло, да. И вот он начал эту кампанию, и какие большие разрушительные потери. А очень в древности считалось, и спрашивали астрологов, когда лучше всего начать, значит, поход, да, в военную кампанию. Ну, нужно спрашивать астрологов, получается, когда лучше. И слава тебе, Господи, что Путин назначил свою кампанию под разрушительным градусом, значит, он точно проиграет. А вот если бы он начал немножко раньше, под королевским градусом, 18 февраля, возможно, он бы зашел бы дальше, чем он зашел сейчас. И мы, я думаю, в любом бы случае как-то отстаяли свою землю. Но слава тебе, Господи, что он напал на нас под разрушительным четвертым градусом рыб вот в день или в ночь в пьянке в российской армии. Влад, скажите, вот угроза, о которой вы сказали, жизни Зеленскому, датируемая на ноябрь, означает ли, что боевые действия в нашей стране будут вплоть до глубокой осени 22-го? Нет, это абсолютно исключено, поскольку ретроградность Марса наступит в самом конце октября. 28-29 октября наступит ретроградность Марса. Я к этой дате пророчил самое главное. К этой дате выйдут, или вот прямо вот когда это наступит, да, ноябрь-декабрь, будут выведены все российские войска со всех территорий. И возможно, возможно, я не ручаюсь, даже с территории Крыма. Я не, вот, вот, это сейчас прям невообразимо сейчас такой, да, такой прогноз делать, но, возможно, даже так может получиться. Тогда Запад снимет все санкции с Россией. Будет уже новый правитель, потому что это последний соляр Владимира Путина. Я об этом говорил еще в прошлом году, что 2022 год – это год испровержения Владимира Путина, да. Марс в соединении с Солнцем, ему в годовом соляре говорит о том, что он пойдет на какие-то безумные поступки. Марс – это война, то есть война со всем миром даже, да, он уже, может, принято и атомное оружие, особенно опасный май, июль месяц, когда будет череда затмений, и Юпитер, Марс в этот взвод неопасный Овен. Даже это, возможно, весьма вероятно, да, вот такая вот ситуация. Но в конце года он будет неспровергнут, он будет, скорее всего, ликвидирован каким-нибудь новичком, например, да. Вот, и мы это все увидим. Пока у меня есть древнее пророчество, что темный карлик, который был на плече у Титана, уйдет в лабиринт. А лабиринт по древним пророчествам – это и есть бункер. Вот там его ждет и погибли в этом его бункере где-нибудь на Алтае. Скажите, а все-таки Зеленскому и угроза его жизни в ноябре месяце – это, если это не ввиду войны, то ввиду чего? Ну, знаете, просто нужно усилить охрану, потому что, ну, просто, знаете, есть фанатики ненормальные там. Ну, больше всего именно грозит огнестрельное оружие. Ну, я, например, считаю, чтобы, например, в ноябре месяце он просто не выходил на публику, да, то есть не появлялся нигде в открытую, да, и была суперохрана, то есть именно в ноябре месяце. Потому что всегда, когда проходит Марс по асценденту, по главной точке гороскопа человека, это всегда опасность огнестрельного оружия, особенно в такое неспокойное время. Ну, еще раз повторяю, значит, мир наступит уж точно на ретроградности Марса, и ноябрь-декабрь уже будут точно спокойными, октябрь – переходной месяц, может быть, еще и с октября месяца будет абсолютный мир и выведение российских войск. Да, и, как вы уже сказали, отовсюду. Ну, хороший прогноз, но я все-таки вернусь к первому пункту нашей повестки дня по поводу угроз жизни людям, которые или там олицетворяют власть, или людям, которые на, скажем так, государственных службах, государственных постах. Насколько верхушке, элите, окружению президента что-то угрожает в результате боевых действий? Ну, хотелось бы отметить главного рупора нашей Украины, ну, еще говорят его снодинное, снотворное, да, то есть с нашей стороны психолога, да, Алексея Аристовича, действительно, есть планы в его ликвидации. Вот, кого нужно точно беречь, это, конечно, его. Ну, и очень часто вот у него черная луна в рыбах, а это всегда говорит о том, что может найтись какой-то предатель, который из самого близкого окружения, который выполнит эту программу. Ну, просто даст ему, ну, макнет ему в чай или в кофе подбросит какой-то яд там или еще что-то. Поэтому Алексею Аристовичу нужно пить чай только с проверенными людьми, со своей жены брать, там, близких людей, то есть нужно очень поопасаться отравления, потому что черная луна в рыбах – это всегда опасность отравления. Да, его, возможно, там не будет какого-то, там, его там с автоматом, там, его там преследуют, там, или с каким-то пистолетом, а вот отравить – вот такая вот ситуация, к сожалению, существует. Особенно, когда будет вот 20-е числа апреля, Меркурий будет сходиться у него в Марсе, потом заходящим луным узлом, да, вот поэтому вот 20-е числа апреля ему нужно быть очень внимательным. Но дальше, мне кажется, все должно быть более-менее нормально. То есть, я могу сделать вывод, что в офисе президента, откуда практически безвылазно, ну, вот, скажем так, успокаивает всю страну Алексея Аристовича, есть какой-то крот, предатель, шпион, который активизируется примерно вот в эти числа, в эти даты. Да, по крайней мере, может иметь доступ к телу, да, к Алексею Аристовичу, ну, просто там, знаете, что-то подлить или под это самое, да. Вот, да, и причем таких людей там не один и не два, а достаточное количество, да, которые работают сразу на два фронта. Поэтому, к сожалению, такая вот ситуация существует. Ну, и, конечно, и журналисты очень важные тоже, они, которые выступают, да, с какими-то, вплоть до того, что я знаю, что есть даже приказ уничтожить Пианковского, который находится в Вашингтоне, понимаете, в чем дело. Или очень большой зуб имеют на Яковина, Ивана Яковина. То есть всем им нужно остерегаться, потому что Путин хочет перебить своей пропагандой, как бы, нашу защитную реакцию, да, и нашу правду, о чем говорят столь, значит, известные блогеры, да, поэтому очень вот такая вот ситуация. Поэтому, вот, да, нужно опасаться, особенно Алексею Аристовичу в это время, действительно. Вот такая вот ситуация. Ведь фактически для Путина он является Геббельсом нашей страны, понимаете. Уничтожив Геббельса, легче будет и дальше наступать. Скажите, но ведь отравление – это, ну, признак, наверное, бессилия, что ли, ведь гораздо, казалось бы, да, вот, если так рассуждать очень примитивно о ведении войны, то гораздо проще бы ударить по правительственному кварталу, по зданию офиса президента из крылатой ракеты. Ну, и, собственно, там уже разбираться, кого удалось нейтрализировать, а кого нет. А мы же вот с вами беседуем о том, что это будет подлое и коварное убийство. Да, к сожалению, вот эта подлость, коварство, опасность отравления, она прописана на тайной карте Алексея Аристовича. Ну, и каждый человек, который может у меня заказать на тайную карту, может увидеть такие опасности. Поэтому, если чего-то в жизни Алексею бояться, да, например, ему прекрасно, он может летать самолеты, но он никогда не упадет, да. То есть он может в открытую идти на войну, скорее всего, пули его обойдут. А вот отравление – раз и все. То есть это индивидуальный пример каждого человека, да. Но тем более он родился под знаком льва, а рыба – это знак смерти для знака льва, и там черная луна. Скажите, если масштабироваться от ключевых, скажем так, личностей и посмотреть вообще на ситуацию с народом украинским, который, ну, наверное, вот мы сейчас с вами общаемся, и все, все люди, которые в нашей стране противостоят Путину, противостоят российской армии на своей территории, они, наверное, в шоке от событий в Буче и от последствий, да, вот этой варварской орды, да. Я не люблю, конечно, как журналистам применять вот эти определения, но по-другому никак не скажешь. От геноцида, наверное, уже скоро мы будем поднимать вопрос, скажем, и уже поднимаем на весь мир, что это геноцид украинского народа. Насколько народ украинский вот навсегда, скажем так, уже в этой злобе будет жить к своему соседу, к народу русскому? То есть это уже непреодолимая и пропасть, и назад пути нет, и вот Буча станет этим, ну, скажем так, водоразделом, когда мы уже никогда не будем вместе? Ну, знаете, просто происходят разные времена, вот, например, еще после Первой мировой войны, ну, даже было непонятно, что когда-нибудь немцы там и французы войдут в один Европейский союз. Конечно, время лечит. И лет через 20, наверное, мы неизбежно, как говорил Ющенко, у нас есть северный сосед, он рядом находится с нами, неизбежно с ним будет иметь какие-то экономические отношения. Вот, поэтому я думаю, что пройдет время, значит, травмы забудутся, но память останется. Конечно, память останется. И, с одной стороны, мы должны сказать даже спасибо Владимиру Путину, то, что теперь украинский язык будет точно доминирующим на территории нашей страны. Русский станет абсолютно тем языком, от которого будут открещиваться все, да, он не станет популярным, и все постепенно перейдут на украинский язык, да. То есть Путину надо сказать спасибо за то, что он действительно дал возможность нашей стране стать настоящим, почувствовать себя государством. Он всегда нам говорил, что мы не до государства, мы не до народа, нет такого народа, как украинского. Он вообще думал, что, наверное, украинского языка нет, наверное, но теперь это все будет, мы действительно войдем в Евросоюз, мы будем просветающим государством, а всегда, если страна связана реально со знаком Тельца, она рано или поздно становится Швейцарией. Мы станем Швейцарией, значит, восточной Европе, мы будем самой богатой страной восточной Европе. Все ресурсы для этого есть, и самое интересное, что мы покончим не только, значит, с братским народом и понимаем, что у нас никого братского народа нет, но и с коррупцией, которая у нас тут есть в Украине, но все это досталось нам в наследие от Советского Союза и Российской империи. Там испокон веков все воровали, вкрали, была коррупция. И надо большое, огромное спасибо сказать русскому народу, что мы даже воровали, значит, там, говорят, что у них даже танки с сиденьями какими-то, там, табуретками, да, то есть все своровано до нас, такая вот ситуация. То есть абсолютное воровство в армии привело к тому, что мы побеждаем. Я хочу вот в финале задать вопрос, возвращаясь только снова к Зеленскому. Вы в одном из наших видео говорили о том, что там, 24-й год, Украина войдет в состав Европейского Союза, начнется, скажем так, ну, скажем так, рассвет, рассвет нашей страны, богатства, силы и красоты, что ли. Я хочу вам задать вопрос о Владимире Зеленскому. Это президент страны Европейского Союза, он будет дальше управлять Украиной, или вместе с вот этим ужасом войны, который отступит от нашей земли, он тоже, скажем так, передаст дела новому президенту? Ну, все будет, будем все смотреть, когда будет происходить выбор. Очень важно, когда они происходят, действительно ли это будут досрочные выборы, либо в срок. Но я бы ему советовал прям не откладывать чего-то, да, а после войны, да, после окончания и выведения российских войск, сразу через полгода устроить досрочные выборы, и тогда он точно будет на второй срок, да. Другое дело, что когда начнутся какие-то сближения с Европой, естественно, начнется и какое-то противостояние, значит, Владимира Зеленскому, значит, что Владимир, он хочет сам, самому хочется править, любому Владимиру, да, то есть вот. А тут начнет Европейский Союз указывать, что ему делать, что ему не делать, да, и тут даже может быть небольшой конфликт интересов, да. Но с другой стороны, да, именно Владимир Зеленский, я считаю, что это именно тот президент, при котором Украина войдет в Европейский Союз. И я еще всегда говорил еще до того, как он стал президентом, я просто предсказывал, что Владимир Зеленский и Водолей, именно тот человек, который рожден под Водолеем, приведет нашу страну к процветанию, благосостоянию и к тому, что мы действительно войдем в Европейский Союз и будем счастливы там. Но при этом, конечно, нужна очень большая доля независимости при всем при том, потому что, если когда мы будем заключать какие-то договоры с Европейским Союзом, мы должны быть оставаться нацией независимости. Луна у нас Водолей, а это знак независимости. Ну, как-то так уклончиво, но, судя по всему, да, переизберется Зеленский и будет президент. Да, я уверен, что Зеленский переизберется и будет на второй срок пойдет. Я благодарю вас. Влад Рос был вместе с нами. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо всем тем, кто посмотрел ее. Спасибо за ваши комментарии и лайки. Ну и, конечно, мы благодарим каждого, кто поддерживает Политеку, какие-то даже средства направляет нам, хотя мы никогда об этом не просим, ну вот так вот в открытую. Есть реквизиты, и вы ими пользуетесь. Нам это очень приятно и придает силы. Ну и, конечно же, все вместе мы поддерживаем украинцев, Украину и верим в наше самое, что ни на есть самое светлое будущее, которое вот через эти терни и ужасы войны приведет нас к процветанию. Собственно, поэтому мы и смотрим прогнозы, в том числе и Влада Роса. Спасибо всем и до скорых встреч.